Всем привет, с вами Ванделей, и пока мы с вами обсуждали выход новой Modern Warfare, на наш любимый ютапчик были выложены футажи билда Modern Warfare 2. Всё правильно, этот день настал. Выложил их вполне конкретный человек, ссылка на канал которого есть в описании. И я считаю, вы просто обязаны после просмотра зайти на его канал и влепить человеку лайк за то, что он поделился с нами такими интересными футажами. В данном ролике я буду использовать именно его видео. Надеюсь, автор не против. Итак, начинаем. Вместо опенинга в билд вставлен официальный тизер игры, который обыгрывает события не слово по-русски. Идёт аудиоряд миссии и некоторые кадры в зелёном стиле. Так отмечалось, что теракт в аэропорту является ключевым событием всей игры, а момент с лифтом обыгрывал переход от первой игры ко второй. С нами Бог. О боже мой, какой ор! Макаров цитирует Ленина, а именно его тезис о том, что революция невозможна без революционной ситуации. И это далеко не единственный намёк на преемственность игровых террористов и клятых большевиков. Например, чего только стоит татуировки макаровцев. Боже, то про одни эти наколки можно снимать отдельный разбор. Чего тут только нет. Но самое классное, безусловно, у Кирилла. Просто огонь. Тут Сталин с клыками вурдалака, окружённый черепами и с прям-таки пиратским черепом и костями во лбу. Не, ну эта татуировка займёт самое почётное место в музее игровой клюквы. А у Виктора какие-то мертвяки в очень странных шлемах. Или я хз что это. Но вернёмся к билду. Начинаем смотреть отличия в миссиях одиночной кампании. Здесь везде черновая озвучка и музыка. В том числе, периодически используется музыка из фильма про Бэтма на «Тёмный рыцарь». Дело в том, что саундтрек к игре писал Ханс Симмер, как и саундтрек к «Тёмному рыцарю». Поэтому тут как бы никакого нарушения авторских прав. Просто эти треки использовались до того, как Ханс Симмер закончил, собственно, саундтрек к данной игре. Но кроме озвучки музыки, есть много принципиальных отличий. Например, генерал Шепард изначально был полковником. В прочих миссиях можно найти, как его упоминают как раз генералом. Но вот в первом задании он ещё полковник. Этакий след от ещё более ранних сборок игры. После сегмента с мишенями игра не отбирала у нас пушку. Но за выстрел в зоне с бойцами тут же наказывала игрока. В релизе наше оружие в этом месте просто недоступно. Больше никаких отличий в первой миссии я не заметил. А поэтому переходим к знаменитой «Ни слово по-русски». Во-первых, тут очень интересный черновой брифинг миссии. Уже в первых кадрах мы видим, что изначально Алина звали Джон Вольский. А если вы смотрели мой разбор вырезанного контента, МВ-2, то вы знаете, что был ещё и черновой вариант, рядовой Бродский. То есть в любом случае планировалось, что в жилах Алина течёт славянская кровь. Поэтому в группу Макарова и внедряли именно его, под псевдонимом Алексей Бородин. Забегая вперёд в самой миссии билда, Алин указан именно как Алин, а не Джон Вольский. Так что брифинг остался от более раннего билда. Здесь же имеется газета с заголовком на русском языке. Вот её релизный вариант, а вот билдовский. Раш террориста Макарова. Ещё и про советским шрифтом. Начинается сама миссия. Тут всё обычно. Экран затемнён, Макаров говорит с нами бог. Однако из начала миссии была вырезана одна небольшая сцена. Давайте её посмотрим. Юр, где ножовка? Сперва ты просто в шоке и вообще не понимаешь, что это значит. Давайте глянем ещё раз. Может вам станет понятнее. Итак, смысл в том, что фраза «Юр, где ножовка» взята из первой МВ. Юр, где ножовка? Я думал, она у тебя. Твою мать, если бы ножовка была у меня, я бы тебя не спрашивал, где она, придурок. Юра, где ножовка? Я думал, она у тебя. Если бы у меня была ножовка, я бы у тебя не спрашивал, крытьень. Причём из-за российской вокализации первой МВ. То есть дело вообще не в ножовке. Просто разрабам нужен был условный текст на русском. Вне зависимости от его смысла. И они даже не стали прибегать к собственным фразам на корявом русском. А взяли нашу локализацию. И понахватали фраз из неё. Используя их как заглушки. Вне зависимости от смысла. В ходе обзора мы ещё не раз с этим встретимся. Также вам могла показаться знакомой не только фраза про ножовку. Но и сама анимация. Так и вот, она есть в игре. В миссии музей. И только в ней. Так что же мы имеем? А скорее всего в данной сцене перепутан порядок. То есть сначала боец говорил что-то на русском. А после Макаров начинал его душить. Имея в виду, что ты чего? У нас же не слово по-русски. Тогда сцена сразу обретает смысл. Кстати, может быть эта анимация осталась в релизе. Но проигрывается пока экран затемнён. И мы её просто не видим. Впору клепать кликбейтные превьюшки. Что происходит в лифте пока темно? Теория Клавдюти. Макаров душит. И стрелочек побольше понапихать. Но вернёмся к игре. Тут есть ещё одна анимация. Наш герой кладёт пулемёт на плечо. В релизе вроде бы нет её. Но запускаем игру. Выходим к толпе. И запускаемся с контрольной точки. И анимация появляется. Теперь внимание на текст внизу. Данная миссия происходит в аэропорту Домодедова. Мы и раньше об этом догадывались. Благодаря чертежу, который мелькает в брифинге. Но как выяснилось, Домодедова не просто прототип аэропорта имени Захаева. Домодедова и был данным аэропортом. Пока разрабы не решили смягчить свой шок-контент и переместить резню в вымышленные декорации. Такие дела. По ходу миссии проигрывается вот такой звуковой файл. Думаю, вы узнали фразу ультра-националиста из миссии Жара. Это и есть ещё один из многочисленных плейсхолдеров, взятых из нашей локализации. Напомню, смысл реплик при этом не учитывался. Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне. Но это не единственная фраза на русском, которая застаёт нас врасплох. Давайте послушаем. О, да. Разработчики использовали аудиоряд отечественной рекламы. Отечественная реклама Nestlé for Men. Nestlé for Men. Нежность в твёрдом переплёте. Давайте посмотрим её полностью. Ну, поехали. Сейчас, сейчас. Ну, я же вот эту ручечку повернула, а вот эту опустила штучку и... Шоколад Nestlé for Men пробуждает мужчине нежность и помогает найти общий язык с любой женщиной. Просто нужно было плавно ту штучку отжать, а ручечку в другую сторону. Nestlé for Men. Нежность в твёрдом переплёте. Даже жалко, что в релизе её не оставили. Ну, а мы можем гордиться, что русскому игроку билды Modern Warfare 2 приносят куда больше веселья, чем западному. Для которого все эти фразы, в том числе из рекламы, обычная тарабарщина. Засветился на уровне и билдовский логотип Бургертауна. А в книжном играет вот такая песня. Не спрашивайте, как долго я её искал, но для всех ценителей, пожалуйста, я нашёл. Это песня Ашота Филиппа «Бабочка за стеклом». Типичный такой музон девяностых. А когда ты ко мне пришла, оказалось, что ты живёшь, но с другой стороны стекла. Ну и под конец Алина убивают, без специальной анимации. Ну а мы, подивившись на использование рекламы на столе и песни из 90-х, приходим к следующей миссии. Тейк-даун, переведённый у нас как «Охота». В билде она имела куда более цветастый брифинг. С патронами, картой и реальными фотографиями. В релизе всё это сохранено, только приведено в куда более презентабельный вид. Патроны не так бросаются в глаза, а реальные фотки заменили игровыми кадрами. Ну а сейчас, в черновом варианте, это напоминает какое-то творчество модмейкеров. Более того, с черновой озвучкой, это напоминает мод «Вежливые люди». Вот сами посмотрите и только попробуйте сказать, что я не прав. Из отличий в самой миссии, только отсутствие кепки у нашего водителя. И наличие калашникова с подстволом М203. Мы, кстати, замечали его в релизе вот на этом экране. Как оказалось, это действительно рабочая моделька, которая была внутри игры. Но к релизу на калаш надевается только отечественный ГП. Приходим к миссии «Росомахи». Здесь вместо обычных гранат нам давали пластит, он же «Сэмтакс». Гранаты, которые прилипают к поверхности. В релизе пластит не выдаётся в одиночной кампании в принципе. Зато как раз имеется у игрока в спецоперациях, основанных на уровне «Росомахи». Там мы уничтожаем с помощью пластида БТРы. Как оказалось, этот момент изначально имелся в самой одиночной кампании. А уже потом это перекочевало в спецоперации. И в итоге в самой миссии мы уничтожаем БТРы при помощи «Предейтера». После того, как Раптор будет принесён в Бургертаун, Фоули бросит следующую реплику. Дверь закрыта. А вы, ребята, не пускайте сюда Иванов. Но это как если бы я назвал Фоули в своих обзорах черномазом. И знаете что? Эта фраза осталась в игре. Просто у нас её перевели как «Не пускайте сюда русских». Миссия «Отдыхать надо было вчера». Здесь отличается разговор двух бойцов, которых мы снимаем в самом начале. У диалога было несколько вариантов, в том числе вариант с отсылкой к криминальному чтиву Тарантино. Подробнее об этом мы говорили в ролике «Паравырезанный контент игры». В данном же билде разговор звучит вот так. И снова здесь использована реплика из российской вокализации первой МВ. А конкретно фразы сержанта Комарова. Также здесь отличается значок прорыва, музыка на фоне из ультиматума первой МВ. Но, как я уже говорил, саундтрек черновой во всём билде. И снова использование в качестве заглушек фраз из нашей вокализации первой МВ. А также фразы немцев из Call of Duty 2. Переходим к миссии ГУЛАГ, переведённой у нас как колония. И тут всё сложно. Ибо имеется вот такая реплика. Если что, голос сказал «Russians», ну то есть русские. Так, будто ГУЛАГ мы брали с официальной российской армией. Чего? Но потом вспоминаешь, что в первой МВ мы уже сотрудничали с лоялистами. И в таком случае, да, это вполне возможно. Другое дело, что в МВ-2 гражданская война уже закончилась. К тому же в субтитрах написано «Fighters», а не «Russians». Но в самой реплике речь идёт именно о русских. Возможно, это озвучка от более раннего билда, где российская армия реально присутствовала. Довольно интересно. А после данной реплики идёт пасхалка-отсылка на фразу ГАСа из первой МВ. Это отсылка на данную реплику. И она как бы подтверждает. Да, хорошие русские действительно имелись в миссии. Но после их заменили на американцев. И ещё одно важное отличие – это внешний вид капитана Прайса. Он здесь куда больше похож на зэка. Без головного убора и с тюремным номером на спине. Прайс! Он с нами! Так? И, наконец, финальная миссия – схватка с Шепардом. Здесь, помимо чернового расположения рук главного героя, ещё и недоработан сам финал в принципе – сцена с Прайсом и ножом. Вместо неё Шепард тупо бегает по карте с револьвером и мочит нас. И знаете, выглядит это прекрасно. Особенно учитывая, что в билде игроку доступны индустриальные развалины, в которых соуп как раз может прятаться. Создаётся впечатление, что разработчики планировали схватку с боссом Шепардом. Но, к сожалению, нет. В определённый момент на экране появляется надпись, что вообще-то здесь должна быть сцена с ножом. Хотя, конечно, выглядит вся эта беготня довольно интересно. А пока мы бегаем от выстрелов Шепарда, тот произносит монолог, совершенно не похожий на релизный и вводящий в ступор всех, кто слышит его в первый раз. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, во-первых, вы заметили, что сперва Шепард обращается к игроку как Мактавиш, а потом говорит «ты и Мактавиш», как будто обращается к Прайсу. Это либо банальный ляп, либо в самой ранней версии рассматривался вариант, что играть мы будем за Прайса. Во-вторых, боже мой! Шепард говорит, что это США развязали гражданскую войну в России из первой Modern Warfare. И вся эта катавасия с Захаевым, а после и с Макаровым лежит на совести США. И это, в том числе, и есть те самые тайны, из-за которых и были убиты Роуч и Гоуст. Твою мать! Да это же все объясняет! В релизной версии не совсем понятно, почему генерал пошел на такие крайние меры с убийством ОТГ-141. Как непонятно до конца и его вина, так как в релизе мотивация Шепарда весьма смазана, а как следствие смазана и вина. Мы не понимаем, а из-за чего, собственно, весь сыр-бор. Теперь же все более чем понятно. В релизе Шепард спасал свою задницу. Информацию о том, что он знал и дал случиться теракту и как следствие войне США с Россией. Изначально же планировалось, что не только данная война, но и война из первой МВ, а также риск быть уничтоженными бомбами Захаева, все это по вине американского правительства. И защищал тот Шепард уже не только свою репутацию, а государственные тайны. И это прекрасно. Не говоря уже о том, что тут в принципе планировался офигенный сюжетный поворот. А на фоне обсуждения отсутствующей серой морали в новой МВ, появление данного билда именно в этот момент и вовсе иронично. Ведь здесь мы как раз и имеем дело с настоящей серой войной, где у каждого рыльца в пуху. Единственное, я не понял реплики касательно Кремля, но звучит так, будто США и Россия как раз идут на мирное соглашение. А тут Солп и Прайс хотят рассказать миру правду, живите по правде. Что может привести к ядерной войне. Ну что же, на этом душетрепательном моменте приостановим разбор билда Modern Warfare 2. Повторюсь, самое время перейти по ссылке на канал Первый Источник и порадовать автора футажей лайком и просмотром. После чего ждите следующую часть разбора билда Modern Warfare 2. На сегодня же у меня всё. С вами был Ванделей, надеюсь вам было интересно. Всем удачи и увидимся в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok